А сейчас они, может быть, даже в какой-то степени и раскрепощены. Штрафной удар. Спартак в цыбью. Подача. Ну, удар по воротам. Какой момент был? Это Попов мог открыть счёт в матче, а? Ну, может быть, в какой-то степени и случайно всё это сложилось, но, тем не менее, в упор уже бил почти с линии вратарской площадки. Какая досада. И Галли ногой успел отбить мяч. А сейчас мяч уходит за линию ворот и удар от ворот уже итальянского клуба. Да, очень жаль. Вот так это, можно сказать, первая атака настоящая была на ворота соперника. Там неудачно, видите, защитник очень неудачно сыграл. Уже в падении, правда, бил Попов. Ну, молодцом оказался. Я уже в предыдущем репортаже две недели тому назад говорил о том, что Бигон вообще тренер итальянского клуба. Довольно мягкий человек и много очень именно Марадония прощает. Ну, Карпин бьёт поворот там выше перекладины. Мяч летит. Да, он много довольно прощает Марадония. Ну, этого никогда не добьёшься, конечно, но так метров семь, может быть, и есть. Мостовой или Шмаров. Шмаров разбегается, пробегает мимо мяча, удар поворотом. Так, нельзя сказать, что это уж такая домашняя заготовка, которая бы напрочь запутала и сразила соперника. Но удар не очень удачный был у Мостового. И по верхнему мячу он направит со своей левой ноги. Небольшой смех, по-моему, он пошёл в ловняках. Итак, штрафной удар. Удар поворотом. Очень, вы знаете, опасно. Мяч над перекладиной покидает пределы поля. Ну, нельзя сказать, что коварный удар был. Он просто был прицельный. Бил им как Ятти. Ну, может быть, Ятти, наверное, самый активный у итальянского клуба. Но ещё бы я по первому тайму выделил всё-таки Алимао. Хотя, если вспомнить первую встречу, Алимао тоже очень активно провёл первые 45 минут. Ну, а затем как-то сник и совершенно был незаметен во втором тайме. Даже отошёл, как я сейчас помню, назад. Замена в итальянском клубе. И выходит на поле Диего Марадона. Под шестнадцатым номером. Непривычный, конечно, для себя. Вместо Дзолы. Десятый номер покидает поле у неаполитанцев. И выходит Диего Марадона. Мне кажется, это тот момент, которого так долго ждали. Сорок наших поклонников футбола, болельщиков Спартака, присутствовало на первом матче. Ну, это, может быть, первая ласточка. Очень приятно, конечно, видеть наших туристов. Вот удар по воротам. Штанга выручает спартаковцев. Ну, и я скажу, что они сами сейчас виноваты в том, что не разобрались, что к чему там происходит, уступая мяч друг другу. И вот такой неприятный момент возник около ворот Спартака. И только штанга выручила сейчас спартаковцев. Это Маура Билл очень расчетливый Черчесов. Через него и добиваются гости права на угловой. И снова Марадона с своей левой подает удар по воротам. Вот какой момент Черчесов выручает Спартак. Но прежде всего за счет того, что грамотно выбрал позицию, остался стоять на месте, и мяч, по сути, попал в него. Но как опасные итальянцы, мы еще раз убедились. Давайте посмотрим повтор этого момента. Подача на дальний угол вратарской. Видите, что последовала скидка. И совершенно один без опеки остался Джава. С этим столкнулся. И тогда Черчесову пришлось весьма непросто. Разыгрывают на этот раз. Марадона отбросил мяч в штрафную. То ли удар, то ли прострел. Хватается за голову Инкакьяти. Если бы он чуть-чуть поактивнее пошел на ворота, то, может быть, сумел бы поспеть к этому мячу и подставить ногу. Давайте еще раз смотреть. Ну да, Марадона стоял около самого мяча. И можно было бы предположить, что бить он не станет. А вот этот, скорее, может быть удар, пусть и не сильный. Милан. Перепадинка с мячом. И пробить бы. Нет, Шмаров улучшал позицию. Вот сейчас бьет, рикошет. И Галли накрывает мяч. И правильно сделал, что сразу накрыл. Потому что, если бы отпустил от себя, там уже Спартаковец набегал. Спасенный, мне кажется, даже точка эта Марадона просит, чтобы стенка отошла еще чуть-чуть подальше. Вот до удара и стенки, в общем, нельзя выбегать. Удар поворотом. Черчесов. Молодец. Удар, может быть, не очень сильный был. Но дело в том, что в другом углу Черчесов находился. Ему еще надо было успеть переместиться и накрыть мяч в броске. Он надежно сыграл. Ну, в общем, все правильно сделал Черчесов сейчас. И так штрафной удар Марадона, естественно, будет бить где-то в районе 1-метровой отметки. Так, по 1-метровой отметке должны Спартакцы выстроить стенку. Ну, чуть-чуть поближе она не остается. Там еще два футболиста итальянского клуба присройли. Сутар поворотом. И опять Черчесов угадал. Угадал. Шел бить далеко и где-то ближе к боковой линии поля. Такое чувствуется напряжение. Ну, и в то же время растерянность, мне кажется, в глазах у тренера итальянского клуба. Подача. Попов. Все, по-моему, закончилось. Да, основное время игры закончилось. Давно уже, кстати, 35 минут назад. Закончилось и дополнительное время. Итак, давайте с вами теперь готовиться к тому, чтобы посмотреть, как команда будут пробивать в команде. Теперь уже, знаете, от коллектива мало чего зависит. Вот только от этих пяти человек. Итак, Карпин разбегается. Удар поворотом. 1-0. Спартаковцы ведут. Вот, наконец-то, зрители дождались, как мяч оказался в сетке ворот. Правда, после уже, так сказать, 120 минут игры. Ну, тем не менее. Итак, давайте запишем, чтобы нам не запутаться. Карпин 1-0. Ну, а теперь уже, мне так думаете, итальянцы. В несколько щекотливом таком положении. Вы знаете, психологический груз уже начинает, мне кажется, давить. Все-таки Спартак забил один мяч, а вот теперь бьет у итальянцев первый футболист. Это Феррара. Удар. Хороший удар. Прекрасный. Хотя угадал сейчас Черчесов, но достать мяч не мог. Итак, Феррара забивает мяч. 1-1. Пока ничья. Следующий у Спартаковцев Игорь Шалимов. О, отдувается, отдувается Олег Романцев. Ну, действительно, очень-очень тяжело. Просто невозможно, мне кажется, пережить вот такой матч. Хотя, я скажу, может быть, и можно пережить, поскольку равная все-таки игра была. Удар. 2-1. Спартак выигрывает после удара Шалимова. Мяч забил Игорь Шалимов. Номер восьмой. Маура. Итальянец. Девятый номер. Но собирается бить один с метровой. Второй футболист итальянского клуба Наполи. Пока Спартак выигрывает со счетом 2-1. Разбегается. Чуть-чуть, вы знаете, не достал сейчас Черчесов. Этот мяч мне даже показалось, что он коснулся мяча. Но что делать? Это все-таки 11-метровый. Остается 11-метровым. И даже, мне кажется, Олег Романцев сейчас доволен был тем, что так удачно сыграл Черчесов. Следующий Валерий Шмаров. 2-2 пока. Удар. Три-два. Спартаковцы выигрывают. У итальянцев не вижу, вы знаете, кто собирается бить один с метровой. Удар. И мяч летит мимо ворот. А Билл Бергоми. Простите, Барони. Шестой номер итальянского клуба. Промахивается. Спартак остается по-прежнему. Впереди три-два. И равное количество ударов произвели команды по воротам. Василий Кульков. Четвертый футболист. Выходит к 11-метровой отметке. Очень, вы знаете, многое от него зависит. Очень-очень много. Удар. Мяч в воротах. 4-2. Спартак выигрывает. Мяч забил Василий Кульков. Номер третий. И вот так, не торопясь, к 11-метровой отметке идет Диего Марадона. У него, вы знаете, своеобразная техника, что ли, пробить 11-метровую. Где-то с паузами так задерживается. 4-2. Спартак выигрывает. Остался еще один футболист, который будет бить 11-метровую спартаковцев. Это Александр Мостовой. А что касается итальянцев, то вот Диего Марадона и еще один футболист будет бить 11-метровый. Итак, Черчесов должен занять свое место на линии ворот. Раздвигается. Удар поворотом. 4-3. Спартак пока впереди. Марадона очень четко. Номер 16. Пробил 11-метровый. Ну что? Александр Мостовой. Кстати, вот этот удар может оказаться последним в матче. Если Александр Мостовой будет точен. Чувствуется, чувствуется волнение. Спартаковца. Да и все мы, наверное, переживаем за команду. Участники сейчас за Александра Мостового. Удар. Гол. Все на этом заканчивается. Спартаковцы по счетам 5-3 побеждают по пенальти неаполитанский клуб Наполе. Команда сейчас бросается к Александру Мостовому. Но обнимает ее. И таким образом футболисты Спартака выходят в одну восьмую, в одну четвертую финала Кубка Европейских чемпионов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!